Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны, поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы — учитель Перри Стоун. Если вы смотрите фестиваль Манны уже много лет, то наверняка знаете, что я стоял здесь много раз. Это новая программа с новым посланием и новой рубашкой. Спасибо большое. Спасибо. Еще я сказал зрителям, что стоит нам начать съемку, как все звуки на святой земле стихают, и вы никогда не услышите лишнего. Что ж, это важное послание я назвал так. Как предреченные воины встряхивают духа в территории. Хочу прочитать вам из книги Даниила 2 главы. Бог изменяет времена элита, низлагает царей и поставляет царей. Если вы знакомы с пророческим словом, то знаете, что основных империй было шесть. Это Египет, Сирия, Вавилон, Мидоперсия, Греция и Рим. Если рассмотреть эти империи, их количество менялось, когда одна империя подавляла другое. К примеру, вавилоняне взяли верх над сирийцами. Затем пришли медяне и персы и захватили Вавилон. Потом пришли греки и одолели медяны персов. Затем Римская империя поглотила большую часть территории Средиземноморья. Я рассказываю вам об этом, чтобы помочь вам понять, что с появлением или падением лидеров, будь то в Соединенных Штатах, в Израиле или другой стране мира, всегда связаны определенные духовные силы. Чтобы помочь вам понять, как это происходит, я прочту вам из книги Откровения 18 главы. Это пророчество о тайне в Вавилоне. Итак, второй стих. И воскликнул он сильно громким голосом, говоря, «Пал! Пал Вавилон, великая блудница! Сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицам». Как сказано в Откровении, тайна Вавилон — это город, правящий царями Земли. Именно при этом свержении и падении великого города Вавилона над ним берут вверх демонические силы и духи. Библия говорит о семи империях. Шесть из них уже исчезли, а седьмой еще предстоит появиться и существовать какое-то время. Чтобы понять, что происходило с этими империями, вам нужно углубиться в историю и в Библию. Во-первых, когда одна империя свергает другую, прежний дух уходит, и его место занимает новый дух. Если помните, Даниил писал свою книгу в Вавилоне, когда Медяне и Перса захватили власть над Вавилоном. В десятой главе Даниил описывает, как князь царства Персидского пришел из Персии в Вавилон. Пока Даниил пытался получить ответ на свою молитву об Откровении, князь царства Персидского не давал этому ответу от Бога на небесах прийти в Вавилон к Даниилу. В чем же было дело? Когда новая империя взяла верх, духи, а именно бесовские духи этой империи, должны были перейти со своей территории на новую, захваченную территорию. Это можно проиллюстрировать очень интересной историей, которая произошла много лет назад в Тибете. Там группа миссионеров служила тибетским монахом. Однажды утром монахи сообщили миссионерам, что тысяча их богов ушла в Германию. Именно в этот день Гитлер был избран канцлером Германии. Многие из вас знают, что с Гитлером была связана оккультная группа, которым он поручал вызывать бесовских духов. Еще будучи студентом в Австрии, Гитлер увидел копье, которым, по легенде, пронзили Бог Иисусу. В римской истории было поверье, что тот, кто владеет копьем, будет владеть всем миром. Потеряв это копье, человек потеряет власть над своей империей и своим народом. В то время Гитлер принимал наркотики, расширяющие сознание. Он записал в своем дневнике, что, глядя на копье, увидел за стеклом той же витрины, зверя, грандиозного и страшного. Там, в Австрии, в свои 20 лет, Гитлер отдал свою душу этому зверю. Позже, захватив Австрию, Гитлер первым делом захватил и присвоил себе это копье. Когда союзники разбомбили его бункер в 45-м году в Берлине, там было найдено и копье. Затем оно перешло в собственность США. Как ни странно, пока то самое копье, которым предположительно пронзили Бог Иисусу, находилось во владении Соединенных Штатов, они стали суперядерной державой мира и бомбили Японию. В этом есть некий мистицизм. Мистицизм — это слово, которое тоже относится к духовной сфере, подъемам и падениям империи. Опять же, если рассмотреть ситуацию с Вавилоном, мы увидим, что в Откровении сказано, как только город пал, он был захвачен бесовскими духами и всеми видами злых духов. Хочу поделиться с вами своими заметками, которые я сделал, читая книгу Даниила. Когда медиане и персы взяли верх над жителями Вавилона, ангел Господа, я полагаю, это был Гавриил, сказал Даниилу так. Итак, я с первого года Дария Медянина, нового царя империи, стал ему подпорою и подкреплением. Послушайте меня внимательно. Лидер любого народа может привести с собой ангела, которому дано задание принести этому лидеру успех. Если ангелу Божьему дано задание принести успех какому-то мировому лидеру, демонические силы ускоренно активируются, чтобы помешать предреченному успеху этого лидера. Сейчас я сделаю важное заявление, несмотря на то, что мнения в Штатах разделились поровну. «Нравится вам Дональд, Трамп или нет, он сделал для Иерусалима то, что все остальные президенты лишь обещали сделать в случае своей победы на выборах». Этого не сделали. Ни Буш, ни Клинтон, ни Джордж, Буш-младший, ни, естественно, Обама. Трамп сказал, «Я перенесу посольство США в Иерусалим». Почему это важно? Потому что перемещение посольства в какой-то город подтверждает статус этого города как столицы страны. Это событие возмутило бесов. Это возмутило не только политиков, не только радикальных левых. Возмущение бесов было таким, какого я не видел за всю свою жизнь. Я хочу, чтобы вы поняли пророческую сторону этого события. И вот она. Когда человек признает существование нации и ее столицу в 70-й год, это полностью соответствует тому, что библейские пророки предсказывали еще прежде рождения Мессии. Я не считаю, что Трамп сделал это, чтобы Иисус поскорее вернулся, как полагают некоторые. Однако, в процессе этих действий он поместил этот народ и эту страну в область пророчества Захарии о событиях последнего времени. Вспомните, что в 12-й главе Откровения сказано, «Дьявол спустился на землю в сильной ярости, зная, что времени осталось мало». Представьте, как ополчились против этого человека власти и силы тьмы в духовной сфере. Враг говорит, «Если я от него не избавлюсь, откуда мне знать, не совершит ли он что-то еще, что приготовит путь для исполнения грядущих событий». Вы понимаете, да? Духовные люди, которые знают принципы Библии, поймут, о чем я говорю. То, что я сейчас расскажу, только подтвердит мои слова. Дело в том, что демонические духи попытаются отомстить тем, кто выселил их с территории их власти. Да, все именно так. Сейчас я докажу это по Библии. В Евангелии от Марка 5, главе 17 стихе Иисус попал под атаку после изгнания бесов из Гадаринского одержимого. Жители того города выгоняли Иисуса, потому что территориальные духи потеряли контроль, когда появился Господь. Это первый пример. Второй пример в 16-й главе «Деяния». Когда Павел проповедовал в городе Евангелие, его арестовали, избили и бросили в тюрьму, чтобы он замолчал. Причиной было влияние, которое Павел оказал на город, контролируемый бесовским духом. Еще один пример в 19-й главе «Деяния». Когда из одержимого пытались изгнать беса. Семь сыновей Скевы именем Иисуса приказывали бесу выйти из человека, но тот возмутился и набросился на этих семерых. Каждый раз, когда Евангелие оказывает свое влияние, или происходит какая-то радикальная ситуация, которая связана с исполнением предсказаний, тогда в дело вступают две группы. Первая — это ангелы Бога. Вторая группа — демонические силы. Если вы читали мою книгу, которая называется «Время ангелов», тогда вы понимаете, о чем я говорю. Во время движений ангелам Бога дается задание нести слово, сказанное Богом. Они сражаются за исполнение пророчества. Об этом говорит Даниил в 10 главе, 11 и 12 стихах. С другой стороны, с помощью своих властей сатана пытается поднять людей, которые этому противостанут. Именно это произошло, когда евреи вернулись из Вавилонского плена и начали восстанавливать храм на Храмовой горе. Санавалат из Самарии и еще группа людей востала против строительства и пыталась помешать восстановлению истины по окончании 70 лет плена. Кто-то видит здесь пророческие аналогии? Эти люди старались помешать всему происходящему, используя оппозицию и государственные законы. Они пытались не дать евреям сделать то, что велел им сделать Бог. Итак, хочу показать вам пару моментов из истории Даниила, которые покажут, что начинает происходить, когда в пророческие времена начинают действовать духовные силы. В книге Даниила мы видим очень интересный факт. Я хочу, чтобы вы следили за ходом моих мыслей, потому что для меня это стало откровением. Я нигде об этом не читал и не слышал, чтобы об этом когда-то проповедовали. Для меня это стало откровением. Во времена своей молодости в Вавилоне Даниил получал ответ на молитвы, причем мгновенно. Когда друзей бросили в львиный ров, Даниил был под защитой еще до того, как там оказался. Когда трех евреев бросили в огненную печь, они уже были под защитой четвертого человека. Все так, да? Согласны? Кто-то спросил. Трое зашли, было видно четвертого, трое вышли, а что стало с четвертым? Я ответил, он остался там, поскольку знал, что не в последний раз его дети попадают в огонь. Потому он решил остаться там, в огне. Мне кажется, что кто-то даже написал об этом песне. Хочу назвать вам три вещи, которые произошли с Даниилом. Чем старше он становился в Вавилоне, тем труднее ему было действовать в духовной сфере. Замечу, речь не о его хождении с Богом, но о духовной сфере. Итак, что именно произошло? Когда новый дух, князь царства Персидского, захватил власть над Вавилоном, с приходом медиана Персов, что-то изменилось. Скажите, а что произошло в Америке? В ней тоже произошли перемены. Я не видел ничего подобного за всю свою жизнь. У нас идет вовсе не политическая война. Это настоящая духовная война. Каждый, кто хоть немного это различает, видит, что борьба идет не между правыми и левыми, демократами и республиканцами. Это лишь видимая часть. На деле идет духовная война за душу американского общества. Именно эта война сейчас в самом разгаре. Помните, и ангелы, и демонические силы действовали через людей. Так и есть. И это описано в Библии. А теперь внимание. Когда Даниил стал старше, он столкнулся с подобными трудностями, когда к власти пришел новый дух. Во-первых, молитвенная база Даниила истощилась. Евреи жили в плену и вернулись в Израиль, оставив в Вавилоне пожилых людей, которым было трудно пускаться в путь. Даниил был одним из них. Ему уже было за 80. Раньше вокруг него были тысячи евреев, а теперь все они ушли, оставив ему очень скромную молитвенную базу. Следите за мыслью. Я покажу вам, что то же самое происходит в Штатах. Второе. Даниил стал старше, и ему стало сложнее сражаться путем постов и молитв, чем в молодости. Помните, что за время своей трехнедельной молитвы он ослаб от поста, и все это время не получал ответа на свои молитвы. Молитвенная база иссякла. Ему пришлось усиленно сражаться. Да вы, как и я, знаете, что легче молиться сотней других людей, чем молиться одному. Итак, Даниил стал старше. Он взял пост. Пост его ослабил, хотя раньше он прекрасно переносил посты. Я с этим знаком, и большинство из вас тоже. Теперь в силу возраста многое изменилось. Изменилось не хождение Даниила с Богом, а его способность поститься и молиться. Когда битва ожесточилась, ему стало сложнее, потому что он ослаб. Вы понимаете? Раньше я постился, как сумасшедший, и почти ничего не ел. По 11 недель. Теперь я не протяну без еды одного дня. Правда, мне стало сложно. Третье из того, что произошло, Даниил столкнулся с новым духом, князем персидским, с которым не встречался ранее. 70 лет он имел дело с духом Вавилона. Как бы мы ни называли эту власть, она руководила Вавилоном. Но когда князь персидский, дух демонической власти, очень сильный и высоко поставленный, переместился из Персии в Вавилон, поскольку Вавилон стал новым центром Мидо-Персии, Даниил пережил битву с духами, с которыми не сталкивался раньше. Из этих духов атмосфера изменилась. Я живу в США уже 60 лет. Я наблюдал, как меняется Америка. Когда я был ребенком, мы спали с открытыми окнами и не запертыми дверьми. Да, в городе были пьяницы, но мы не переживали, что они придут к нам. Это были совсем не те люди, что могут залезть в дом и что-то украсть. Я один ходил по оживленным улицам, детский сад и школу, в километре от нашего дома. Я не ездил на автобусе. Никто не переживал, что меня похитят, потому что жители города этим не занимались. Если в те времена кто-то похищал ребенка, он мог готовиться к вечности. Вы знаете, о чем я говорю. Лучше не буду продолжать эту тему. Итак, что же с нами происходит? Первое. Молитвенная база в США, те, кого я называю молитвенными воинами, уже в большинстве своем ушли к Господу. Молитвенную базу нужно заменять. Каждый раз, когда в церкви умирает один святой, его место должен занять кто-то другой. Однако во многих церквях Америки произошло вот что. Прежняя молитвенная база ушла к Господу, и ее никто не заменил. В наших церквях хорошая программа, хорошая музыка. Но где же молитвенная база? Молитвенная база Даниила ослабла. И с нами происходит то же самое. Второе, что произошло, молитвенные воины стали старше или ушли к Господу. В большинстве церквей молитвенная база предела. То же самое произошло с Даниилом. Третье, сегодня мы имеем дело с духами, с которыми прежде не сталкивались. Моя семья с материнской стороны приехала из Италии. Они были католиками, поселились в Западной Вирджинии и работали на угольных шахтах. Во времена молодости моего отца многие работники в Западной Вирджинии и смежных штатах были родом из Германии или других стран Европы. Большинство из тех, кто переезжал в Соединенные Штаты, были католиками, ортодоксами или ортодоксальными христианами. Они приезжали в горы и работали на шахтах. В те времена люди зачастую имели религиозную принадлежность к какой-то форме христианства. Однако сегодня есть люди, которые приезжают в нашу страну и привозят с собой своих лже-богов в древние времена, когда евреи поселились на этой земле, рядом жили семь ханаанских племен, которые поклонялись идолам. Евреи сказали, давайте примкнем к ним. Но Бог сказал, будут они вам петлю, и боги их будут для вас сетью. Люди не понимают главного. Когда вы вносите к себе идолов, вместе с ними вы вносите демонических духов, потому что демоны действуют через идолов. Есть целые страны, в которых люди одержимы бесами, поскольку поклоняются множеству лже-богов и идолов. Они молятся им, носят им еду и деньги. В результате в этих странах очень сильны духовные силы. Я веду к тому, что то, что произошло с Даниилом в Вавилоне, сегодня происходит с нами. Из-за количества войн, которые идут в странах, будь то внутренние конфликты, гражданские или международные войны, также идет передвижение во властях и силах. Даниил действовал так, как нам нужно действовать сегодня. Первое, пост, потому что пост, как говорил Иисус, ломает хребты демоническим духом. Второе, усиленная ходатайственная молитва. В каждой церкви, в каждой группе людей должна проходить ходатайственная молитва. А в Международном центре Омега молитва проходит по вторникам с 12 до часу дня. Обычно на нее приходит 15-25 человек. Еще есть молитва в молитвенном хлеву. Там нет животных, это молитвенный хлев, куда обычно приходит от 50 до 150 человек. Это происходит каждый четверг уже 8 лет. Наше служение достигает разных народов мира. И Бог благословляет нас и дает нам процветание в нашем деле, потому что есть люди, которые знают, как молиться и достигать каких-то результатов через молитву. Сегодня в Америке нам нужно бороться, нужно сражаться в своих ходатайственных молитвах. Вот что говорит Господь. Я буду поднимать людей, но в то же время я могу убрать людей. Я не имею в виду никого конкретного. Суть в том, что перемены придут только через ходатайственную молитву. Нам нужно научиться призывать ангелов Божиих. Думаю, именно поэтому Бог недавно положил мне на сердце углубиться в тему ангелов. Они всегда рядом. Зачастую мы не просим Бога о том, чтобы они нам помогли, а просим Бога выслать их на помощь. Мы непременно поговорим об этом. Итак, мы с партнерами находимся на Оливковой горе. Надеюсь, вам понравилась эта программа. Ну а буквально через минуту я расскажу вам о совершенно новом предложении. Оставайтесь с нами и не переключайтесь. У меня есть для вас важная информация. Давайте воздадим славу Богу из Иерусалима. Слава Господу! Серия «Ефесиным в глубину. Стратегия воина». Уже доступна. Сегодня на фоне множества духовных конфликтов и сражений в это послание есть особая нужда. При записи этой серии был использован макет римского города и множество реплик вооружения римского воина. 12 часов учения разделены на 23 получасовых урока на 7 DVD-дисках. Все верно, 7 DVD-дисков. В этой потрясающей серии вы узнаете, как воссесть на небесах, как ходить с верой и как выстоять в день злой. Четыре урока посвящены тому, как сражаться с четырьмя типами сатанинских духов, с которыми вы встречаетесь в своей жизни. Также вы узнаете, как написанное Слово Божие становится оружием под названием Меч Духа. Вы узнаете, как обновлять и восстанавливать свой щит вера и даже увидите разные типы щитов, которыми пользовались в Римской империи. Два урока научат вас, как уберечь свои ноги от тайных ловушек, расставленных сатаной. Четыре урока расскажут о битвах, которые пройдут в последние времена и стратегии поведения в разных ситуациях. Вы сможете применять это учение, чтобы одолеть врага в каждой сфере вашей жизни. Каждый предмет, всеоружие Павла, будет представлен и подробно изучен. Но самое главное, я покажу вам, как использовать это защитное вооружение в вашей повседневной жизни. Эти семь дисков, 12 часов учения, 23 отдельных урока, доступны ограниченное время. Хочу выслать вам это учение Ефесиным в глубину за пожертвования в 95 или более долларов. Отправьте запрос по телефону на нашем веб-сайте, адрес которого указан на экране, или по почте, указав номер предложения EPH 132. Подпитайте свой дух. Я уверен, что эта информация точно преобразит вашу ситуацию, да благословит вас Бог. Это учение состоит из семи DVD-дисков. Я не просто стою и говорю перед камерой. Я демонстрирую много предметов, приводя примеры из истории и поясняю греческие слова. Я записывал это уникальное учение с мыслью о том, что людям получат новое понимание, которое изменит их ситуацию, ход их сражения и приведет их к победе с Господом и Иисусом Христом. Пожалуйста, сделайте заказ сегодня. Теперь скажу, что мы будем в церкви-святилище в городе Даленд, штат Флорида, с 8 по 10 марта. Пожалуйста, присоединяйтесь. Никаких регистрационных взносов. Просто приходите. Затем церковь, центр поклонения «Новая жизнь» пастора Руди Бонда в городе Тайлер, штат Техас, с 5 по 7 апреля. Я вспомнил забавный момент. Когда мы были в Тайлере, в прошлый раз начался ледяной шторм. Помните это, Техас? Я и мои сотрудники не верили своим глазам. Мы все же приехали в церковь, куда, несмотря на шторм, приехало еще больше сотни человек. Я запомнил этот день навсегда. Заходите на наш сайт, там можно найти расписание на весь этот год. Не забудьте о встрече молодежи в июле. Она совершенно бесплатна, однако регистрироваться можно уже сейчас. На прошлой неделе я упомянул о том, что там мы будем говорить о молитве. Также многие из вас, в основном благодаря соцсетям, уже знают, что 23 июня этого года мне исполняется 60 лет. Я нахожусь в служении уже более 40 лет. Мой сын однажды спросил «Папа, ты можешь это доказать?» Я сказал «Я сяду и все подсчитаю и заодно покажу тебе свое расписание». Спроси свою маму «Сколько времени я учился, когда мы вместе путешествовали?» Получилось больше 170 тысяч часов изучения и исследования Библии. Я изучал не только Библию, но также различные исторические книги и словари. В моей библиотеке около 25 тысяч книг различных авторов. Для чего я это делаю? Однажды вы покинете этот мир и вся эта информация станет не нужна. Однако эта огромная работа по поиску, исследованиям и анализу различной информации не будет напрасна, даже если с нами что-то случится и мы уйдем из этого мира. Многие из вас знают, что мы разработали свою программу Библейской школы. Вы можете найти информацию на сайте. Бог был благ к нам и я воздаю ему славу. Благодарю вас за то, что трансляция продолжается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok